Осталось десять секунд. Осталось пять секунд. Дополнительное время. Осталось десять секунд. Осталось пять 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 секунд. лучшие. Так вот, я не про вас, ребят, подумайте. Про нашу аналитику и вообще про все разговоры, потому что реально No Digity в той игре были обалденные, они все делали очень четко, в то время как Vega все делала не очень четко. Они ничего не делали, они стали опять же и ждали, да. Да, и поэтому рассуждать о том, там, какой пик хороший, что там хорошо, что нехорошо, мало смысла иметь, какие там артефакты правильно покупать или нет. Главное, исполняют как Vega, потому что могут исполнить, а могут и нет. И вот верно сказали аналитики про факторов СС Вайда и получение шестого уровня. По мне, это самое важное, что будет в игре Stadia Early Midgame. Если Войт не будет убивать, если Войт не наберет вот этот потенциал убийства, убийцы, какие-то манта стайлы будут пуляться, если просто его загнобят, дадут фраги, то я уверен, что у Войда все будет очень плохо и вегас смогут тренировать. Получится ли его загнобить? Побольше вардов ставить, только увидеть левел 6, моментально там прокликать вот здесь вот на вот этой, увидеть левел 6, все, уходить, прятаться, ну, аналитики все верно сказали, это будет очень важно. У нас, кстати, появился код, что мне там в твиттере писали, мол, где наши рарки, все дела. Ребят, будьте внимательнее, и вы не профукаете свою рарку. Оба коллектива прям моментально телепортятся, чтобы побыстрее пойти по створды. Вот он Войт с тремя вардами, двое из них с Эндре. На топе Лондруид уже побежал-побежал. Больше до варду. Постоять, ладно, поехали смотреть. Пройдемся по игрокам и героям. Команды Вегас Квадрон, Сёма на Дизрапторе, Соло на Акси, Нун на Паке, ФН на Свардаре и Мак на Лондруиде. Ну и ребята из NoDigity Бэйном отыграет Синдерен, Ябзор будет играть Энигмы и Фантом Лансер от Эры, Койкова на Инвокере и Кетсу на Фесслос Войде. Ну и на кого ставишь на этой карте? По драфту кто же сильнее? Ну так, если сказать. Без какой-то аналитики глубокая просто кто нравится больше? Мне поверхностно больше нравится Пиквеги. Почему-то вот я вижу вот этого вот селедочника, опять же, если без аналитики, просто селедка. Нравится мне эта селедка Акс против Фантом Лансера на первый взгляд смотрится симпатично. То есть, ну только немножечко в Лейте могут быть проблемы с Лондруидом, потому что, допустим, даже если будет какая-то доминация жесткая, при заходе на хайграунд против Пульсов, да, от Энигмы Миднайт Пульса эти, они очень сильно напрягают Медведя, а все остальные персонажи особо базу не ломают. То есть тут немножечко тяжело будет с заходом на хайграунд, но в целом, вроде, мне больше нравится все-таки Пиквеги. И то, потому что в Эрли Гейме он намного сильнее. И в Лейте, пик, но у Диггити шансов вообще не оставляет Веги. Прям вообще ни единого шанса не оставляет. И тут ты начинаешь задумываться, смогут ли Вега, учитывая, что сейчас почему-то 20 минут АК-фарма идет, смогут ли они в Эрли Гейме что-то сделать? Будем надеяться, что смогут. Ну вот опять же еще отметить, что, опять же, саппорт Бэйн Энигма, снова Синдеренс, снова Епсор и на прошлом, короче, они были очень сильные. Финсгриппы и Блэкхоллы были великолепные. Ну и вот на топе покажу, что сейчас ходит с Мишкой. Как бы Мишка не может увести крипов, но вот одного киона ведет. А так как бы все, больше ничего у него сделать не удается. И то, вообще, Бэйн не пожалеет, там еще один может Найтмордать, но нет, там, он им не хватает. В общем, у одного коллектива есть по сути противодействие вот этому Медведю в виде Бэйна. А смогут ли Ноут Дигити, точнее, Вега, что сделать вот этому Вайду от Кетсу, которого мы не раз видели. Он же там просто упрыгивает, восстановится обратно ХП, живет. Большая проблема. Это большой вопрос, потому что Детаптер вместе со Слардером ничего ему не делают, да, его убить очень трудно. И опять же, Хезу все последние карты на Вайде показывал шикарно. Как бы его не гнобили. Хотя его никак не гнобили, обычно он линию выигрывал, как будто он стоит на легкой, не на сложной. Тоже факт. И глядим, что будут на этой карте. Ну, батя игры сделал замечательный отвод. Пачка крипов сейчас просто погибнет. Вот таким вот образом Вайда можно загнобить просто в Салатину. Это страшнее, чем лич, который крипов ест. Потому что тут как бы умирает целая пачка сразу. Будет очень многое зависеть от соло, воспаления ультимейта, каких-то артефактов, его выходы, карту, будут ли попытаться посмотреть соло. Главное, что сейчас не погибнуть все от крипов, 60 хп, все лишь остается больновато. Да, ну вот Светлера выбирает соло стратегию, по которой играл вчера Спартан, да, вот это АПК фарм в лесу. Ну, типа, по сути, Энигма очень быстро фармит лес. Так, на топе, на топе мага почти съели, но он фейрифайер использует. Вроде выживает, на бронесап маны нет. Так вот, если уж Энигма быстро фармит, то Акс, по сути, немедленно не фармит. Правда, вот тут вардец поставлен, топинговал, недовольный соло. Неприятный момент, все-таки это хороший спаун именно для Акса. И вот разница принципиальная. Два спауна, на которых должен соло подымать кучу бабла, забанены, в то время как Энигма фармит, как у себя дома. А вот почему бы Энигме не забанить эти спауны? Он тоже понял, что жизнь не так проста. Вообще, реально, вот, ну, Диггити играют, а вот, они уже тысячу раз пикали Энигму, она спокойно идет, фармит этот лес, и Энигме, типа, забанил Рикимару, забанил Баунти Хантера, все, Энигме ж теперь вообще никак нельзя помешать. Мы, опять же, Энигма, Войда уже пикину, Диггити видели не раз. Это экстра-тайна, Энигму они любят, Войда они любят, но вот как-то не хотят блочить Энигму, разумеется, по фарму будет Аксу перегонять. Уже по Кривстату мы это видим, 18 на 11 разница. Не маленькая. Ну, потому что Аксу нечего фармить, он приходит, смотрит, а спаун, прикинь, ему надо вот отсюда бежать до, получается, досюда или досюда. Да, это и большие спауны, ему очень сложно их фармить, с трудом, пока еще Транквил, не отлавил, маленький, и в которых Эликс только второй. Крут, Аксу, он погибает от них. Да, сторона Радиант тоже не самая приятная для фарма. Сейчас посмотрим, Соло атакает. Да, ну, таким вот образом, конечно, фармить гораздо проще. Ох, 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 ну, так, в принципе, Акс может более-менее выкрутить этот Транквилбут себе купил. Ладненько, я думаю, Соло еще как-то там подвыкрутится, в любом случае, конечно, отставать, он будет по фарму довольно серьезно, вынужден отвалиться. Но он закупился, да, поэтому специальный суицид Транквилла взял себе в порядке. И как там у нас в миде у инвокера дела? 11 на 1 крипстат, в то время как ноу-1 на паке имеет 23 на 6. Ну, инвокера подрезали довольно неплохо в плане демаджа, да, чуть потупее у нас этот стал персонаж, за счет чего урона меньше. От соло подтягивается в мид. Да, бустботтл был? Да, было бустботтл. Пошел. Ну, по сути от соло пользы уже как бы немало. Он помог обузнуть боттл, при том, что комбинация над инвокером уже идет довольно серьезная. Каких-то жестких гангов не требуется, достаточно просто слегка подсобить там вот тем же обузом боттла халявным. Ну, а сам соло ничего не теряя продолжает фармить лес, делает стаки. Вот тут он, конечно, очень грамотно действует. И вот подобный акс может выйти в быстрый даггер и делать много грязи. Но главное, чтобы этот даггер был быстрый. Еще перед тем, как ты купишь даггер, желательно где-то все-таки кого-то разочек-то гангануть. Может быть, как раз через Dreamcoil Pack'а. Реан. Строго странно, мы видели массу моментов, где инвокера гнобили поначалу, и он там ганедофармил, а потом уходит в леса, когда Энигма оттуда уйдет. С форш-спиртом начинает дико фармить. Мы и видели, алхимика такого же сегодня, там буквально полчаса назад, который поначалу, плейстайл No Digity, они почему-то в мид отправляют всегда заведомо слабого персонажа в early game, но при этом очень мощного в затяжной игре. Приможет камбэкать. Бедный маг. Ну, пока еще непонятно, бедный или не бедный, тиммейты помогут, а тут Savage Roar нет, да, бедный. Походу, все-таки бедный. Да, и First Blood. Опять же... А Эра богатый. Опять же, только появляет ультимейт, и мы это видим и у Вайда, либо у Унигмы, сразу моментально какие-то выходы верно. Ну и ФБ для... Ну, Digity ФБ, как ты сказал, сделал именно Эра. Для него это не маленький буст. Вот я не понимаю все равно, вот я когда вижу, что на первой стадии забирается Энигма... Ладно, Энигма, когда залетает неожиданно, окей, но когда Энигма залетает на первой стадии, ну неужели нельзя что-то против нее придумывать? Что-то вот с ней делать, чтобы она там... Кстати, тут очень много настакана, и сейчас если Акс придет, Соло, тебе тут надо поработать. Есть дело. Для Соло это там будет очень много. Только Странквилл надо порегенеться. Он сейчас уже слюни пускает, кривите ведь этих крипов. Сейчас он подрегенится Странквилл, ребят, ребят, не торопитесь, все нормально, я с ними разберусь. Бресеркер Сколл есть, сейчас еще он руну какую-то возьмет. Не знаю, про такая иллюзия, идеальная руна. Только надо с иллюзиями быть поосторожнее, чтобы там не было станов, клэпов. Давай иллюзиями, ну реген, вам тоже плохо. Поджал немного кежу, покричал немного на кежу. Показывает, показывает. Это называется игра бицуха. Сейчас баш, сейчас баш от этого. Давай, ну баш. Ты вообще нормальный? Он вообще, что с ним? Почему он такой? ФР прыжок на вайда и можно убивать запросто. Кезу, Кезу, нет таймволка и должен быть фраг. Ну, доигрался тот войд, на самом деле. Был момент, когда он уже мог давно отсюда уходить, но стоял, разминался соло до конца, до конца, до конца и получил за это по голове. Команда Вега, пак делает фраг. Ну да, там со всех сторон зажали, то есть куда бы ни прыгнул, на самом деле, войд, он в любом случае умирал. Сейчас огромная пачка крипов, прям кайф. Соло подворовали деньги, там прыгнул, ну он дал арбу, дал риф, поэтому соло тут, может быть и верно, что нун отдает деньги, а не соло. Тут такое дело, что не факт, он не смог бы, наверное, запармить в Соленово все это. У него встали, сколько хп осталось при том, на потенциальный вейл. Но инвокера немножечко припустили, он 30 крипов себе уже набил, 10 заденайл. А инвокер все у него будет в порядке, с покупкой медаса он догонит и перегонит, койку это прекрасно знает, поэтому если инвокера не погибает, если он не фидит, то все в порядке. То, что он не дофарм, это несущественно. Это все понятно, но в любом случае нужно максимально оттягивать вот этот момент, когда инвокер купит себе медас и начнет камбэкать в игру. Чем жестче ты его в начале игры а это время, которое вега могут использовать для лишней агрессии. Вот, поэтому это на самом деле довольно-таки важно. Эрон на полном префарме стоит 300 нетворца, уже есть аквила, есть ботинок, ну скорее всего будут закупки, это отрывала, стандартный такой плитпуш фантом ланцера. Ждем опять же атакса, появление блингдайгера, 1300 золота уже имеется у соло. Блингкома, думаю, самая жарая начнется. И урну какую-то хотелось бы, чтобы что-то купил. Да, ну чтобы на фантом ланцера вешать эту урну, и чтобы настоящего было видно, чтобы его прям спокойно разваливали. Чтобы не было вот этих вот разводов детских, где ты после топпельгангера иллюзию отправляешь налево, сам берешь направо и ищи где настоящий, то есть. Айфен действительно покупает себе армлет, или наши аналитики, без какого-то фастблингдайгера. Но он здесь пока не нужен, с такой игрой веги, пассивной, не понадобится. Анигмы, Блэкхолл-то появился, я думаю, что и обзор смоук-то имеет, Бэйн ультимейт вот-вот так же появится, и ребята выйдут в таганг на мидл, либо пойдут в тот же лес, ходят там, имеется соло, которого можно принять и убить. Аймак знает об этом, судя по всему, не хочет стоять на топе, тавер отдает. По сути, тавер спушится, и мак вернется к себе на линию. Может быть, именно этого момента подождет веги, обзор, вот как вариант. Либо можно будет выходить вниз. Кстати, вайта загнобили, то мы не говорили, но 1600 надворс это предпоследняя позиция, и хроносвера до сих пор нет, это уже девятая минута игры. Это суперкруто, это суперкруто. Именно этот герой очень много грязи делает в комбинации с инвокером, и, кстати, именно этот герой отчасти помогает инвокеру камбэк. Инвокер с вами состатками стилит фига, и в итоге очень быстро набирает в себе шамотео Дэкспул. Ебзор, очень может круто выйти, Ебзор выходит, соло до конца, есть глимс, Ебзор, выход, есть малипайс на соло, еще прибегает эра, на соло надо продавать, отсюда всем остальным просто уходить. Обидника, конечно, там не хватает, ну, слушай, как же он крутится. Он крутится, но без шансов. Но Блэкхолл не был потрачен, соответственно, Ебзор может снова повторить попытку свою, да. Мне только понадобится, убили акс, вот так сейчас не нужно погибать, все же, надо фармить свой блинк, и деньги ты теряешь. То, что их там денег много. В любом случае, тупо фармить даггер, вообще ничего не делая на карте, тоже сложновато, понимает, это соло, хочет он где-то рыбить какую-то активность, помочь своим тиммейтам, но вот и правда, если бы он свой даггер дофармил, может быть, было бы и получше. Эра видит Сему, ой, как неприятно тут получилось, возвращает обратно, а, нет, тут еще и не возвращает, хотя, слушай, пришел, но он, 15 секунд кулдауна на тупельгангере, со страйк, Сема погиб, нет, получите не забрать Эру, а получается забрать Эру потом с даблдэмэджем, и с даблдэмэджем. Ну, очень быстрый блинк, уже слушает, пятая минута, блинк, два нулика, боталмаджик вент, ну, он пока отыгрывает в очень хорошем уровне, опять же, с этим блинком можно будет прорваться, по дремкоил, по дремкоиле Акс подойдет, от свой агр, так что, вега, все счеты, не совсем удачные, но могут вполне сейчас войти навязывать. Блин, 11 минут игры, 2-3, тут вообще непонятно, в плане, опять же, таггер сейчас еще на Аксе появится, и, наверное, тогда начнется какой-то толковый экшен, плюс Дисраптор уже поднял свою ультимативную, это тоже довольно сильная штука, и третьего левела уже Глимпс, соответственно, можно ловить. Ветка там, сколько, у мага уже почти есть Мидас, внизу, Веселуха, есть Хроносфера, ФН, надо быть поаккуратнее, там все-таки, как-никак рядом стоит Синдерен, ждем еще появление Энигмы, поближе к этой нижней линии, все-таки Хроносфера, и хочется ее как-то реализовать. У ФН Армлет, там они рискуют просто тем, что не смогут убить, если будет поддержка, там же Дисраптор с ультой, и тут, смотри, вся команда стягивается, прекрасный Вега понимает, что, возможно, будет сейчас тяжко от Ноу Диггити, и могут убить этого и Вайда по итогу. Войт в опасности, Сема, есть Ультимейт, есть Глимс, и прыжок, Дримкоил, Сайл, Статик Шторм ставится, ну, и у лучшим образом все происходит, такие Глимс, Краш, и смогли убить. Соло получает деньги, и почти есть Плинк, у Акса. Очень четко контрят именно Войда, Вега понимает, в чем была проблема на всех картах, когда этот Войт всех убивал. Сейчас его загнобили так, что мало не покажется. Хезу, БТ, Оренталол, левел 6, и ни одной Хронопок устранить не получилось. Ни одной. Главное не забывать про Фантом Лансера, потому что этот товарищ там слишком быстро фармит, ему дают много спейса, вот сейчас нау-дигите перетягиваются вниз, не знаю, на самом деле они могут сейчас на свою смерть бежать, потому что Акс приобретает себе даггер, и реально здесь они могут просто-напросто по-на-отъезжать, и Е-Обзор, Е-Обзора бить не стали, тут еще один товарищ есть, Кендер Эн, под смоками, нажмет ТП-Аут. Почему Е-Обзора не убили? Нечем его зацепить, да? Ну там Пак был один, да, Дремкоила не было, мана было очень мало, таки все отсюда просто разлетелись кто куда. Пак уже вот-вот появится, Вейл, точнее он уже есть, слушай, вот этот пак-то нафармил, нормально денег, с Вейлом, с блинком сейчас этот пак будут убивать какого-то Бэйна, там буквально с прокаста одного. Какого-нибудь Фантом Ламсера, он, во-первых, этими дискортами светит, это некая альтернатива как раз-таки урне, то есть тогда уже урна не особо нужна, а во-вторых, 980 хп под дискортами это довольно мало. Ну да, плюс топорик атакса, там и все, прокаст, топорик минус Ламсер. Очень круто. Опять же, главное все это реализовать, то есть мы всегда говорим, что вот у Вейгги столько всего, там и на прошлом карте там хроносферы, думы, часто артефакты, надо это использовать, надо это как-то реализовывать, выходить, а не просто начинать ФК фармить дальше. Ну да, по сути, даже с таким медведем можно идти. Ну, может быть, пусть он, пусть медведь может и фармить, а вот остальные 4 героя могут выходить в бой. 4 плюс 1 пусть идет игра. Ну, смок, медведь идет просто там, куда-то фармить, а остальные 4 героя пойдут скангать. Потому что с лордара фарм не нужен, ему только блин купить еще и все. И всем остальным так же, артефакты уже там и начальные есть. Скан завязала команда, но дегиды спалили, как же четко скангать. Ну вот это не должно быть, ну это реально читерство какое-то, ну типа... Не, ну попробуй на всей карте найти соперника, который в смоках в определенной минуте, там раз в 5 минут, это тоже стоит того. Ну если ты будешь сканить, то ты не найдешь, а, ну дегиды изи находят. Что тут вообще думать? Ну так вообще, да? Ну так ты подумай своей головой, где тебя могут напасть? Не, рассмотри. Наверное, вот отсюда они на тебя нападают. Ну а вдруг, а вдруг они пошли в леса Я чувствую, что они на тебя отсюда нападают. Это просто самое очевидное, откуда на тебя могут напасть. Это просто, ну даже не обсуждается. И поэтому они туда сканят. И для того, чтобы загангать, тебе нужно по-любому не все герои быстрые, не все герои с даггерами. Вот. И поэтому получается так, что ты одним сканом палишь смоук, и дота превращается в пассивную штуку. Вот так вот просто финс грипп, санстрайк, будет брейнсап, и фэн, брейнсап погибает. Как же просто, сендрэн, если отсюда еще уйдет, это будет вообще завей. Это демоны. Ну сендрэна накажут, конечно, но это размер опять же фэна на саппорта Бэйна делает соло фраг. А даггер успел фэнку под себя. А, кстати, успел. Это самое важное, да. Денег вот там много не потерял. Он 260 золота, главное, что блинк имеется. Маг, фарми дальше. После мидасика ты ищешься золота. Закрыт. Ну вот опять же, эру отпускает очень серьезно. Барабаны. Рвела, квила, и он фармит дальше, дальше, и пушит. Есть телепорт, летит сюда, акс, и будет скорее всего соло прыгать. А в деплгангер, нет, не будет. Соло чисто, отогнать, да. Блин, ну все равно, конечно, все вроде смотрится более-менее нормально. Ты видишь, что у Виги есть хороший потенциал для нападения в данный момент, но как-то вот, ну, Диггити вообще нереально жестко доджат. Вот этот танк дичайший, который полностью разрушил все планы Виги. Ну, слушай, ты еще назови глиф, что это дисбалансная штука, типа у тебя строение 5 секунд нельзя убить. Это ведь тоже можно сказать имбаланс. Разве нет? Нет, глиф не имбаланс. Глиф не имбаланс, скан имбаланс. Когда они сканят под смоками, я считаю, это неправильным. Смысл смоков теряется. То есть, как бы под смоками тебя даже ворды не палят, понимаешь? У тебя даже ворды не палят, тебя сентри не палят, тебе вообще ничего не палят под смоками. А скан палит. Причем скан имеет не такой большой кулдаун, учитывая, что смолки как бы имеют КТ там, вон, сколько? Здесь их пополовину тут прошло, а там 5 минут. То есть, у смоков кулдаун огромный. Ты часто не погангаешь, даже у скана кулдаун меньше, чем у смоков. Смока, команда Вега, прыгает, Нун прыгает ТФН, пытается убить Вайда моментально, Вайда убить сумели, но это еще не конец, Синдерен есть. Кстати, в ХМ дело просто тэп-аут и... Нет, никуда Синдерен сюда не улетит, Глимс, и Синдерен сбить наконец этот черт-слип. Синдерен получает Вейл, прокаст от Нуна, арба, рифт и минус на Бэйне. Нун-то уже имеет мегакиллу, Нуна 5-0-1 счет. Опять же, фармит дальше себе Койку, Койку мы пока еще в игре не видели, не считая Санстрайков, и фармит Эра. Эти два герои, это эти два кора, они живут, фармят и очень много денег получают. По натворцу они где-то, ну, на уровне топа. Смотри, вообще натворца только по топе, остальные все. Но, Дигити. Беда. То есть, Энигма топ-4, у Энигмы мега, практически БКБ. И на самом деле, да, я на самом деле неправильно, наверное, выразился, сказав, что этот скан имбаланс. Скан, это расположение команде, точнее, это возможность командам, которые играют очень пассивно, в общем-то, реализовывать свою стратегию. Ой-ой-ой, какой Санстрайк жесткий. Там еще не конец, убивают, правда, инвокера, так что размен 1-1-2 очень хороший получился, пока там, Дима, кое-как осталось в Санстрайк, его тут и приняли. Да, я, кстати, на него навел, увидел, как он констует Санстрайк, увидел, что он убил, потом вот это. Короче, говорят, что у нас такие битвы происходят, дикие. Ну и собрались, Вега на топе, будут они ломать, по идее, здесь Тауэр, и в Миде они там тоже прессуют. Перетяжка, может быть, как раз будет после Миды на топ, Медведь. Сколько там, 2-500 голды, но пока без Сакрада. Все идет к этому. Блин, там Фантом Ланцер слишком быстро фармит. Фантом Ланцер, 7-500. Я не знаю, откуда там у Ноуана такое количество денег в виде нападения на Мага. Санстрайк надо. А Санстрайка нет. Санстрайк-то в Саверне, и Маг отсюда просто сейчас убежит, накричит Медведь. И смотри, но в Диггите-то тоже умеют ошибаться? Это да. Ну, в Диггите, разумеется, также не роботы. А вот настолько загнобили Вайдаш, но до сих пор не может себя проявить хоть как-то 0-3-1, хрансферы плохие, инициацией. И вот это нагнобление приводит тому, что Вега могут как-то играть. Я же не считаю того, что верно говорю, что Коры, Коры, их надо останавливать. Инвокера только один раз убили, Ланцер только одна смерть так же. Мало очень. Койква был поначалу загноблен, но теперь уже очень близок к паку. Прыжок, есть на Койква, Вейл, Арбарий, как же много демеджа от Нуна под этим Вейлом, просто огромное количество. И есть минус на Койкве. Как мы видим, Койква не может себя найти по карте, он в своем лесу погибает. Соло, прыжок на башню, не получилось, а то может быть есть агр. Агр есть, депаут, соло. И отсюда уходит. Ледмейлы взял. Хорошо. Фантом Ланцер пока еще очень тощий, его основная проблема, то есть он сделает себе диффуза, копьями будет очень напрягать, да, там моноберн будет идти, не такой страшный, как раньше, но все-таки. А вот хитпоинтов у него маловато, если ему там наглого садится какой-нибудь акс или какой-то там, не знаю, пак с дискордами, то это моментальный килл, нужно пользоваться. Плюс еще есть Рошан, и убить Рошана по сути вега могут, но опять же, пока нет хроносферы, а вот кстати нет хроносферы, 40 секунд еще. Может быть, как раз этим попытаться воспользоваться, но как мы видим, да, без Лондруида будет сложно, Лондруид, я думаю, не хочется идти какие-то на потенциальные файты на Рошан, если они будут забирать, то дегите придут дофармить свой хотя бы сакли, вдвоем Рошана не убивают, как ни крути. Так, с Соло вместе с Нуном, прыжок есть на эру и эру в секунду стирают лица земли. Опять же, пока что нет диффузов, себя никакие сэвенсы ты не снимешь, манты также нет, сэвенсы не снимешь, и сэвенсом Лансер страдает. Ну и вот у Накс очень полезен, 2-2-2 стата, блинком и с Блодмейлом, по натворству ничем не хуже, Энигма тоже самый. А вот Энигма потерялась, как тут, обзора не видно пока что. И Ноу Дигит играет пассивно, как и Вега на прошлой карте, очень похоже. Перестали они гонгать, перестали куда-то выходить. Просто FK-фарм. Им и не надо, у них и в прошлой карте была именно такая стратегия, мы FK-фармим, только в отличие от предыдущей карты, здесь они получают по щам. А в той карте они помимо того, что терпели, так еще и время от времени убивали Вегу. То есть, ну, какая-то была сверх норма. Сейчас же, наконец-таки, Вега прочувствовали плейстайл в Ноу Дигите и ловят, убивают. Это очень круто. Но в любом случае, ситуация для Веги, она не суперзамечательная. Энигма под БКБ. Кто может сбить Энигмой под БКБ? Пол. Вроде бы только Акс каким-то чудом, да, если там сможет заколить. Да, но это чудом только. То есть, это в теории идеального файта. Синдерен может стрять, есть Найтмарный Медведь, он упрыгает соло, плодмейл нажимает, Синдерену слишком больно, Синдерен тут погибает. Есть удар от соло и минус. У нас, смотри, на Дигите. Да. Инвокер берет себе Даггер, Энигма берет себе БКБ, Фантом Ланцер почти с нами. Пак 10 тысяч, но он, по-моему, взбесился. Его здесь уже будет тяжело остановить. Давно пора уже, конечно, просыпаться. Ну, Инвокер, Дигите, имеется блинковая, да, имеется, опять же, блокол, БКБ, я думаю, что сейчас попытаются выйти куда-либо, убить. Инвокер с блинком может моментально прыгнуться иницировать, дать свои проказки. Надо выходить на Дигите. Очень они сильны, надо использовать свои скиллы на данный момент. Можно как-то и попытаться с Вегой повоевать. Ну, у них замес, безусловно, очень жесткий. Если они иницируют свои хроносферы, тут рассказывать не надо, что там дальше будет. Но я думаю, Вега должны тоже это понимать. И в хроносферу все вместе вставать не будут. А там какого-нибудь, например, Войда, по сути, можно за Сайлентспака изи убить, учитывая то количество всего вообще, что есть. Вот эти рапторы, и аксы, и там, медведь, в принципе, очень жирный, его под хроносферой даже не так просто будет забрать. Короче говоря, Вега просто, я думаю, будут понимать, что происходит. Да, вот сейчас смолки, и смотрим. Смотри, какие они же демоны, эти демонюрии. Как же они читают настолько вселево, настолько именно вот эту четкую точку. Сложно, да, с Каном найти противника? На всей-то карте. На всей карте сложно. Целая карта. Где же они могут быть? Маг, кстати, уже купил себе радианс и будет готов воевать. С радианс, конечно, будет, но DGT очень трудно противостоять. Как сложно было найти противника, смолк, смотри, на всей-то карте. Я буду теперь всю игру так делать. Карба. Не могут на DGT пока нормально оборваться. Нет, блинка, еще и обзоры напомню. Только Void, Dainvoker могут дать какую-то инициацию. Пошли ли УЗИ проверять, есть ли там кто, Сему находят. Все страшно. И в итоге этот скан, он не является имбалансом, потому что и один и другой коллектив это имеет. Просто этот скан, он делает доту пассивной. Он не увеличивает динамику, он ее наоборот превращает в пассивную фигню. Потому что под смоками скан дает Vision. И прыжок, есть рассвета! И врывается сюда с Метеора. И Блахол пошел. Бластом, казалось бы, спасся, но... Блин, ну как вы это делаете? Вегану, расскажите мне это, пожалуйста, как вы это... просто в пятером, в одну точку стоят четыре героя, пятый где-то там рядом. Они же сканом все просветили! О, боки! Как какие-то делают! Андрей зачем-то снимает... стены, а нету... А, нету... Сил света на нижней линии разрушены! О, боже мой, что происходит? Как они это сделали? Как они это умудрились сделать? Мы не про нудигить, опять же, мы про Вега-сквадрон. Стать так, пятером в одну точку да и подставиться, но... Вот дело то, что должен был сделать в итоге. Минус пять, впадает также Рошан. По экономике, как я понимаю, да, там все, что Вега имели, теряют, и по поводу так же там все до нулей дойдет. Ммм, да. Я не знаю, как это комментировать, честно говоря, просто тупо не знаю. Быть полностью осведомленным и знать от начала до конца, что твой противник может сделать, и знать о том, что он тебя идет гангать, потому что они дали этот скан, и тем не менее, все заканчивается именно вот таким вот образом. Но! Теория, которую выдвинули наши аналитики, в том числе, которую поддержал Митяй, да, о том, что в команде не особо обязательно играть супермного карт подряд в один день, когда можно в теории сыграть поменьше и попасть в нижнюю сетку. Может быть, может быть, может быть. Вегу вполне устраивает, и поэтому этот тактический случайный фитером под хронослиров фитгейминг. От профессиональной команды. Ну, а как это можно объяснить по-другому? Ребята, они там под сканом. Беремся за ручки. Вместе. Ладно, опять же, Вега еще не проигрывают. Этот момент, конечно, неприятен, но по графикам там какого-то преимущества у Digity колоссального нет. Не считая того, что все-таки это Phantom Lancer, он все сильнее-сильнее разгоняется. После диффузов уже имеется Яша, плюс ко всему имеется Аегисуэры. Надо Веге постараться пересоленцировать самим. Было бы неплохо. Опять же, инициация-то у них также имеется. Это и Пак, это и Акс, это и Дизраптор, это и Слардар. А у них-то все имеется. Все, кроме желания победить, походу. Я думаю, желание есть. Ну, может. Надо наставление Сема, возможно, что мы с Крой-то идем или там Соло что-то делаем. Батью игры, думаешь, не слушают? Но если батью игры не слушают, то, конечно, да. Понятно, почему не идет игра. Семена даже не задалось. Если уж у Семена не задалось. Ну, тут у Ноуана задалось. Может быть, Сема всю свою энергию направил на Ноуана, потому что у этого товарища NetWars просто чудовищный. Даже сейчас, учитывая то, что как бы дичайший файт, проиграли, да. И все равно у него там 12 сот. Скажется, сколько у Фантом Лансера, который пол игры просто фармит. Какой пол? Всю игру фармит, ничего не делая. Иногда по щам получает. Ну что, Вега? Пойдут куда-то соло, все, мы готовы, выходят. На туп линию может быть, Чужой Леса сходить, например, там все-таки есть клиенты. И Энигма, и Бэйн. Какие-то смоки заезжать хотелось бы, чтобы Вега, ну, пытались проявить инициативу. Вот мы с тобой сколько уже матчей комментируем, да? На протяжении вот этого вот нового патча в данных, в рамках данной квалификации у нас почти все игры проходят по схеме 15 минут минимум. Ничего не происходит, там 2-3 фрага общей сложности. Ближе к 20-й минуте более-менее идет экшн, потом опять ничего не происходит и все заканчивается либо одним заходом, либо начинается супер уж прям вот это вот противостояние. Но в основном заканчивается все одним заходом в большинстве случаев. Это вот как раз-таки из-за вот этих охота сканов, которые, я говорю, когда я читал описание скана, там, ну я не уверен на 100%, но я так понял во всяком случае из описания, что под смоками он не палит, но он почему-то палит под смами. И я считаю это неправильным. Ладно, это не имбаланс, окей. Это не имбаланс. Это уже неплохо. Оба коллектива имеют данную способность, но это превращает доту в очень пассивную игру, в очень пассивную. Ты даешь людям смоки, но при этом ты забираешь у них возможность реализовывать эти смоки. Ну это же бредово. Профессиональному игроку не составит труда проюзать скан, потому что в большинстве случаев ты занимаешь позицию такую, откуда на тебя смогут напасть только с одной точки. Если на тебя смогут напасть со всех точек, то как бы это такая себе позиция. Поэтому ты юзаешь скан, и вот все мы эти сканы видели, какие были четкие, и ты полностью вооружен до зубов. А вот другой вопрос, если бы этот скан не палил под смоками, и ты юзаешь смоки, и юзаешь скан для того, чтобы пропалить, где твой противник находится, что результативно за гангой. Вот тогда динамика увеличивается. Я уверен, что Valve это изменят когда-нибудь, лет через 20. Вот. Когда... Смотри, сейчас этот скан никто не использует, но все равно ребята дальше формят. Потому что смоков, смоков еще нет. В большинстве случаев этот скан виноват. В большинстве случаев с гангами... У Семы смоки уже минут 6 лежит, в инвентаре они просто не используются. Это беда. Это беда. Но опять же, ты же не знаешь, когда противник скан юзнул, когда не юзнул. В этом же что же есть? Вот. у No Digity скан сейчас есть. Если будут смокганги, если вдруг, допустим, с карты пропадут все игроки вега, ну или там большинство, то уже будет понятно, что кто-то явно тебя хочет ганг. Эти скан уже имеется, его видишь, никто не юзает. Обратите внимание, вообще аналитики, которые там вот любят за подобными наблюдать, просто качайте реплей и посмотрите, каким образом сканы юзаются. Вот. Это будет очень интересно. То есть, сколько сканов юзается для того, чтобы агрессивно напасть и сколько сканов юзается для того, чтобы засейвиться. Вот. Падает башня на халяву. Опять же, вега играет в очень пассивную доту, не пытается даже идти депить, не пытается как-то кого-то найти, просто фармять уже леса. Ну, Digity. Сушит фаржами. Да ладно, и падает, айгис так же. Вот сейчас был скан про юзан вот сюда, вот как ты видишь, да, потому что игроки вега пропали с карты, они могут напасть с этой стороны, потому что напрямую они явно не будут нападать, они могут напасть со спины. Но они убедились, что со спины к ним никто не нападает, на топе увидели. И веги теперь уже знают это точно и продолжают свой вот этот вот пуш. Опять сейв скан. Не для того, чтобы убить, а для того, чтобы защититься. Какой-то тебе здесь в Эдмирсом потенциальным. Ну, учитывая то, какие он хроносферы ставит. Понимаешь, там разница между этим и тем Вайдом в том, что там Вайду суппортил Лич. И когда у Вайда, которому суппортил личный Творс 8000 на 34-й минуте, и у Вайда, которого гнобили там, разница как бы небо и земля. Сизу, там может и погибнуть, убили Вайда. Отличная работа от Тема и ФНа, но вот ТФН отсюда скорее всего никуда не уйдет. ФН пытается бежать, крашери секунду. Есть телепорт от Нуна, но Dreamcoil никуда ставит ошибка. Риптор Байтова мало. Возвращает Эру назад. Надо Эру бить. Краш также по ЭП, но мимо. Как же много пробов команды Гега. Эра просто педаль газа в пол пытается убежать. Соло. Соло. Есть прыжок на Эру. Ай-яй-яй-яй-яй. Мимо топор. Метеор. Но власта не будет. Очень хороший сайленс. Койква на 100 хп уходит здесь чудом каким-то. Юл поднимает себя. Да не успеет. Как же Койква там выживает. Жесть. Истанстрайк еще заюзал. Убьет кого-то там. Нет, не убьет. Слава богу. Если бы сейчас Шелсол умер, это было бы что-то с чем-то от Койквы. Выжил сам. Еще бы убил. Было бы слишком жестко. Ох-ох-ох. Ну, Вега наконец-таки начинают довольно серьезно нападать. Делать очень много всего неприятного. Там нападение изначально было от No Digity. Там прыгал Войт. Попытка убить Сёма. Но Сёма там не испугался. Долл ультимейт, поставил Кенедик Филд. И, собственно, за счет этого и делали фраг. Опять же, Сёма на Дестрапторе каждый раз отыгрывает на очень неплохом уровне. Опять же, по экономике никакой преимущества нет. Выходит Койку вниз. Там ФН. ФН без Блэкенбара. Под Кулснэпом как же больно наваливает этот Инвокер. ФН обузит Армлет, если что. И, ну, на развороте прыжок. Поздно. Койку отсюда уже в гостволке, а если что, убежит. Что у Ландруида новенького после Рэддинса? Есть Гиперстаун, есть Флэдмирс. Есть... Все больше ничего нового нет. Будет Кераса будет намного маг плотнее. Ну, скан. Как тебе такой скан от Веги? Эту часть? Никого не нашли здесь? Думали, что Инвокер прячется? На Блэкенбарте спрятался. Ну, такой точке вот здесь найти там где-то здесь, либо здесь. Но тут очень было сложно, если бы нашли, это было бы чудо какое-то. И, опять же, слишком дерзко должен был играть, конечно, Койку. Хотя он так и играет, в принципе. Поэтому вполне-вполне вероятно, что подобное могло бы произойти. Там бегает. Трайки раскидывает, Вижн себе дает с гемом. Ну, вот Вега, да. Вега хотя бы свои сканы использует в большинстве случаев для того, чтобы напасть. Но... Слишком уж пассивно играют на Удигите. Тянут-тянут максимально время. Фантом-Ланцер себе выформил манту. По надворцу у него, в принципе, позиция очень даже неплохая, учитывая этот факт, что там еще и Инвокер вырвался уже в топ, опытом по надворцу. Пак, конечно, жесткий, но у Инвокера способности побольше, раза в два. Когда пак свои прокасты выдает, то, в принципе, там уже его эффект немного теряется, потому что кулдауны не такие маленькие. А Инвокер там три способности закастовал, три комбинации, одну комбинацию из трех способностей, потом еще комбинацию из трех способностей, потом еще что-то, еще что-то, и погнал. У него там с руки тыка уже, ого-го, жесткая. Но пока что, конечно, он не способен с руки в данных раскладах. Ну вот, мы можем опять же все посмотреть, все тоже, смолк лежит, который мы видели там и пять минут назад его. Также, использовать вега не хотят, либо не могут. Ну тут, опять же, и варды стоят, он у Диггити смотреть, но в лесу все, прекрасно. Ну у Диггити, понимаете, почему гем не покупают вега? На такой стадии было бы, конечно, неплохо купить гем и поломать, потому что Инвокер, он бегает с гемом, не стесняясь, и все ломает. Причем проблема то же самое сделать веге. Веги очень мало, только один вард стоит, который сложно тут в принципе найти, да. А у Диггити хватает вардов и на центре, и на топе, и в лесу противника. Да, везде, везде стоит. Честно, разведка очень хорошая, ну потому что им нужно, естественно, обороняться и видеть перемещение. Если вдруг где-то есть возможность загангать, то, конечно же, нужно это использовать, но в большинстве случаев эти варды чисто для того, чтобы понимать, где находится противник, чтобы он на тебя не напал. Ура, блядь, совершенно думаю, там и будет вместо какого-то файфа потенциального. Команда снова пока два. Что-то не обратило на него внимания сразу, довольно интересный выбор. Позиционно не будут знать, где находится Акс. Это с одной стороны круто, но с другой стороны три косаря, конечно. За подобную штуку. Ну зато реальная инициация. Вот сейчас... Койква. Сейчас бы Койква спалить, но... Ну Койква у меня один, там тиммейт очень близко, поэтому соло может быть ошибка. Бладмейлы, Бладмейлы, соло! Хорошо нажал Бладмейлы, но в любом случае Койква пока живет. Соло погибает, Койква очень побитый, Ханатфьера вроде бы хороший, но ФН прожал ДКБ, это самое главное, но у Ана даже проблем, никаких по итогу нет. Блэкхол вообще на полсекунды, Ябзоров как так? Боже мой, обалдеть. Ошибочки, ошибочки пошли. Манусу сжигают магу, надо иллюзиями как-то подразобраться. Ошибки ошибками, но Диггити все улетают, потеряли только инвокера, все-таки Вега сделали вай-бэк. Блэкхол прохукали хроносферу, и инвокер 50 секунд в таверне, по идее надо сейчас идти либо Рошан убивать, если он есть, сейчас появится Рошан, вот-вот, да, вот у Рошан есть. Оп, отлично. Хорошие тайминги. Ну вот и, ну, Диггити ошибаются, притом так серьезно, и Блэкхол там, да, на долю секунды, и хроносфера была нехудышная. А чем его сбили, или он сам себя... Да, он сам сбил, он сам, по-моему, сбил его. Хотя, не факт, он там прям, я не успел, потому что там анимация была настолько маленькая. Хотя там он под хроносферой еще был под ВКБ. Короче, ладно, там ни хрена не понятно, такой дикий сумбур был. Надо быстренько пока подкушать чего-либо, Еггис есть. У Веги не такие большие кулдауны на ультимейты, как у на у Диггити, то есть хроносфера еще нет минуту, Блэкхол еще не две минуты, а у Веги уже практически все готово. С Апекшторм и Дримхой. Еще в паках Еггис появляется. Неплохо. Ну, это вообще замечательно. Внешне товара, правда, еще целые. Линейка Т2 товаров таит всем линиям. Это плохо. Потому что, если ты там, допустим, выиграешь файт, то тебе еще много товаров нужно сломать, чтобы отойти до хайграунда. Уже хотелось бы приблизиться к этому ХГ. 3 700-у футам Лансера, это не шутки. Там уже сейчас Тараска какая-то появится, грыженный диффуза. Начнется веселье. Я не знаю, там может патр какой-то, смотря, что хочет Эра или Скади. В общем, три варианта. Но он решает все-таки самый такой верняковый это Тарасочку. Так, соло. В лотаре стоит. Пэджи Вижена. Нету команды Вега. Метя сканы. Что могут заезжать в любой момент? Пропалить соперника. Просто идут по мидлу, да. На Т2 башню, пытаются убить и на Удигите. Без 2 тиммейта туда не полезут. Она терпелилась, но блокпала еще нет. И башня упала. И разрушена. Так, заметили, кстати, Вайда, но тут уже он слишком далеко. Его не подцепить. Хотя, слушай, соло-то в инвизе может быть и пить Кослас Вайд. А там еще и ФН будет? Соло? А да ладно, мы в этом все есть. Отлично, он еще и заколит. У него спел, кстати, ультимейт, слишком много дем уже было. Суарла. Смотри, у этого Вайда на 36-й минуте 8 тысячных творцев. Точно так же, как и у Мага. Дежавю, да. Но только у Мага был саппорт лично лайне, и он там фармил. А вспомни, какое начало было у Вайда. Ну, обмазали его хорошенько за всех сторон. Видишь, вот почему я говорил о том, что это не тот войд, который должен быть. Вот это войд, который, к сожалению, встрял в начале игры, и он лучше не мог сыграть никак. Он еще при том, как бы он какую хроносферу поставил. Сейчас от войдет только хроносферу, не надо никакой демэдж, просто хрона поставь, все, ты молодец. Не поставил, ну тогда... Это да, но тот войд, когда тебе стоит помогает лично, ну, блин, ну, реально было слишком мало. Я не мог этого не подметить. А, да, это еще одна башня, Вега. Могут пойти дальше, могут отступить, поддэк, потому что там все-таки на топе Ланцер своими людьми, еще и обзор подходит своими ядалонами Смотрим на Вегу, чтобы они там вдвоем. Вот, как он говорил, FN с магом обнялись за ручку, сейчас бы под хроносферку попасть вдвоем. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Не, решили, что не надо, отошли. Да, надо отойти, действительно. А, да, и топ, к тому же все-таки подошли, опять же, иллюзии, и Далоны, довольно, довольно наваливают. Блин, этот противный спритпуш. Все, пошла вот эта противозная дота. И он будет продолжаться, и инвокер травела, и ланстр травела, и ты идешь в одну сторону, тебе пушат другую. Постоянно возвращаться. Так что игра может с Элой затянуться на минутах 20-30. Я не удивлюсь. Но Digit'и явно не хотят проигрывать. Напомним еще раз, что эта серия проходит по системе Best of 3, и, соответственно, в Digit'и, если выигрывают эту карту... Так, он финс грипп. Это, слушай, подцепили по итогу войда, войд пытается уйти, войд живой. Силыц еще бисит, но... Эх, выпрыгал. А вот Соло отсюда уже никуда не должен уходить. Санстрайк из Соло очень долго живет, но такие выйти с Санстрайком с сервисом со земли. Кто файд, непонятно. Я не могу понять вообще, как он начался, с чего. Ну, видать, попытались на халяву сделать фраг, но не вышло. Соло хотел где-то кого-то кильнуть. Соло, не надо забывать о том, что он уже не просто суппорт, у него 16-ый левел, скришается он очень долго, и он сейчас заставляет свою команду играть очень пассивно, и при этом, ну, как бы, если вдруг сейчас на Удигите где-то кого-то поймает еще, то это уже будет просто конвейер. Надо быть осторожней. Мелнир появляется от Слардера, ВКБ, Мелнир, там сейчас дичайший ДПС, при этом тот, кого будет бить ФН из Баша вообще не вылезет. Бесконечный стан. Бежали сами. Вот не будет ли это ошибкой, конечно, вот так вот. Это неожиданно. Видели на Удигите Смолк, они прокликали, да, там стоял Вард, поэтому пометить должны были. Эра. Эра получает кекс, там есть Лениг, Мэйник выходит. Есть! Блэк, Болшик, Арбрейн. Как же играет все-таки жестко на Удигите. Ставится хронов Ваегис, который сейчас воскреснет ФН, нажимает блокенбар, но там Баша, 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 ФН со своим БКБ ничего не может сделать, и ФН также должен погибать. А будет Армлет, но тут не побудешь. Вот этот Вард, он сейчас очень много решил. Это был какой-то байт на Эру скорее, нежели чем на Удигите не знали и просто тупые шли. Ну, понятное дело. Наверное, все прыгнули, а там Эникма, здравствуйте. Ну, на самом деле, красиво, очень красиво играет, что одни, на самом деле, что другие. Потому что, вроде как, это очень неожиданный мув со стороны Веги. Они, типа, в меньшинстве, они, вроде, не должны по логике вещей нападать, но они, вопреки логике, хотят попробовать сделать какой-то неожиданный мув. А на Удигите все это дело читают и настолько жестко читают, что наказывают просто максимально серьезно. Ну, тут хуже хоть не могло. Солом, прыжок на Эру, Эра уже очень плотный, соус остается без мана, Эра вообще не пострадал никак. Все. Смотри, мишка, как просили. Все, ама, есть Глимс, вернули Энигму, Энигму, Кинотехвилд, отсюда просто уходит. Обзор. Торнода. Так, чисто на небольшую разведку. Да, и разошлись. Пока пола нет, пока хроносфера в кулдауне, нужно немного подкупить слоты, которые там уже деньги все-таки у Ланстра уже 3000 после Тараски. Можно еще Аквилу поменять либо купить себе вторых Диафаза. Ну, после вот этого, конечно, файта уже такая ситуация, такая обстановка складывается, что выиграть Веги уже никак не получится, вот уже прям совсем не верится в то, что они победят. Можешь разубедить как-то в этом? Сложно очень будет, я даже смотрю на ФН, но ФН здесь не мейнкери, ФН такой получается инициатор, скорее как оффлейнер. Здесь он в файте, мы видим, что происходит с ним. Нажимает БКБ, его все равно убивают, там баша, баша, от войда и минус. Проблема, да, то под хроносферой, то под блэкхолом, и тебе тупо не дают свой вот этот потенциал реализовать. И ФН с гриппом еще не знаю, там дизейблов очень много, но Диггити и инвокер, как ты верно говоришь, сейчас становятся все сильнее и сильнее с каждой минутой, слишком много скиллов и слишком они полезные. Ну и вот еще один смоук от Вега Сквадрон, маг один идет, идет без маков, так вот потенциально какой-то байт. Пойду дальше, юзает скан команда Нодиггити, никого не находит. Опять же, Нодиггити понимает, что на карте никого нет. Причем они нормальные, скан нажали, заходят Циндерэн. Наступил. Ну Циндерэн это по-моему делает. Как же Циндерэн круто по-предитуocal Синдерэн, будет ли тремклать Нуна? Нет, просто в Елочках спрятался по центру и успешно ушел. Синдерей с кошкой, что-то какие-то демоны. Очень жестко ушли в Нодиггити, хотя были очень близки к смерти. Они очень хороши. Прям вообще не знаю, если они продолжат вот так вот играть в Нодиггити, То это очень грозный коллектив Мне кажется, даже это еще не максимум их игры Можно еще лучше играть Но при этом Даже в данный момент Все нюансы, все моменты учитываются Настолько быстро адаптировались под патч No Digity Они очень хороши Невероятно Покупает и взор себе Smoke Имеется Black Hole, имеется хроносфера Я думаю, сейчас No Digity могут сами куда-то и пойти Да, но сканов ни у тех, ни у тех нет Поэтому халявы не будет Так вот, есть на самом деле Вариант, при котором Vega может В принципе, выигрывать файты Это если они будут инициировать В Enigma Хотя бы, если Инициация Hex в Enigma Войда каким-то образом Если идет инициация в Enigma То Дисраптору желательно поставить Таким образом свой Static Storm Чтобы хорошей хроносферы не было Чтобы была какая-то вынужденная хроносфера Может быть даже в того же Enigma И тогда все будет норм Потому что если Enigma прокастовывает свой Black Hole То там вообще провал полный Так ты только под хроны попадешь И вот эти прокасты инвокера И, может быть, ты переживешь Да, учитывая те, кто под БКБ Они точно переживают А если это все происходит под Black Hole И потом еще хроносфера То все, шансов вообще ноль То есть нападать на любого другого персонажа Кроме Enigma Противопоказано Лапочка появляется у Lancer У Вайда уже вот-вот появится БКБ Так что вот терпопа еще у Вайда этого подцепи Своим глимсом либо Static Storm Просто нажимает БКБ И делает, что хочет Но у Веги такая ситуация, что я даже не знаю Как им надо круто повоевать Что им нужно сделать Какое-то чудо сотворить Волшебство Но ошибаться им точно нельзя Что-то да, на ошибались Достаточно Надо сделать все идеально Опять же, Lancer 3000 хп Тараска, Патерфляй Как ты его пробьешь? Ну, чем пробивать? И Слардар явно не купит тебе МКБ То есть, ну, ждем от Лон Друида появления Макихенбара Да уж, здесь Демонейдж Так что маг будто прочитал ту ситуацию МКБ Близ Тысяча золота-то и появится Ну, этот ПЛ-чик уже Вроде как надо фокусить других персонажей Но, блин, и с Вейлом что-то надо делать Если он сейчас возьмет Аегис Это будет очень серьезная проблемка Вега, читайте Вега, что-нибудь Нет, давайте Нет, там иллюзии Сейчас их с трудом там будет убивать Ну, ну, и Рошан падает слишком быстро Это Рошан, это Аегис Это и Сыр И, но Диггити могут пойти после этого Рошана уже потихонечку идти И стараться ломать строение И ломать команду Вега Да, Сыр для Энигмы Теперь ты быстренько ее запокусить не сумеешь Потому что она хоть на секундочку Проснется после Хегса Нажмет Сыр, то все КБ, Сыр, Блэкхол До свидания, команда Вега Так оно и есть И как-то сплитпушить Вега, понимаешь Кроме Лондроида, никто не может Нет кого-то героя, который может прилететь Потихонечку, как Фурион Убить башню одну, вторую Не получится Только честный файт для Веги Единственный вариант То ли нечестный файт Как надо придумывать Нечестный файт Сломать компьютер Ну, какую-то Р, найти Какого-то одного Вся команда далеко Но такого не происходит Р всегда рядом с командой находится Всегда близки Инвокер появляется Хекс МКБ У Лондроида Но Думаю, это один из последних слотов Должен быть какой-то файт Слоты уже у коров Фактически все готовы Да, тут у нас вообще А по графикам нули, да Что самое любопытное То есть Преимущества у Дикити Какого-то колоссального нет Как может показаться Что вот они такие сильные Но вот герой очень сильный У Дикити Все А же сейчас в глубоком лейте Не теряют свою Концалую актуальность Ну и они Наглеют Идут первыми Байбэк Есть у инвокера То есть Он поэтому Такую позицию Наглую занимает Понимая, что Если синицирует в него То у тиммейтов Будет возможность Контр-инициации И мы видели Какой Даже если вдруг умрет То всегда байбэкнется Ну теперь Р идет Естественно Вперед Потому что у него Вся ездит Ему вообще бояться нечего Ну что С одной стороны Можно пойти Докриться гейминг Самим потопал Потому что у них Медведь Но решает вернуться Да Ну смотрим Соло Прыжок на Эру Эру Пытается немножко Отогнать поближе Саигис Опять же Да Эру не продамаживает Нажимается глиф Меди-брак под атакой Тоже делать Команди Века Даже не знаю Настолько трудно Ворваться как-то Эрп стоит и бьет Под Элэкрис Ему наплевать Брак стоит на 7 хп Фаржи его добивают Есть врыв от соло По двоим Неплохой Но соло Дэмэдж опять же Маловато Ставится хран-сбират Есть только по одному Семену Самое главное Цепанули Энигму Но вот Энигма И Блэкхол Будет не будет Нет Энигма Свой Блэкхол Все-таки не кастует Но там вся команда Вега уже попадала Даже без Блэкхола Но уже игру дотянули До той стадии Что в принципе Плевать Есть Блэкхол Нет Блэкхола Ты вынужден тратить Ресурсы для того Чтобы этот Блэкхол Не закастовали Но там тебе Эра Наваливает Слардара будет байбэк Слардар опустит Армлет Ебзора пытается убить Ебзора убил Сидрен также падает Бласт От Койквы Медведя добили Предсмертные судороги Нет Медведя Больше, как я понимаю Мага Дань Его не будут 100 секунд Но до конца Вега не хотят сдаваться Есть на Эру врыв Эра до сих пор Едисон Его даже не выбили Раски восстанавливается В то время как на Уан Считает под холлснепами Бесконечными Да Очень долго нет команды Веги 100 секунд не бутпака 56 не будет Вот этот момент Я не знаю Если у нас будет Возможность у режиссеров Показать вот этот Врыв Войда Обязательно Покажите Вот здесь вот Вот здесь была Проигранная игра Да, да Главный момент был Если бы нету То у Веги Это все было вообще идеально Ну и сами Опять же Вега играли Как-то ну Отнюдь пассивно Ну какие-то выходы Ваш акс Ну вот после того момента Они же нормально играли Да, до этого Была агрессия постоянная А когда тебя там Пятерых под хферой Задавили По-моему у них Мораль уже настолько Жестко упала То уже Похвально Что не сдаются Вега до конца Воюет Еще тут убили Песос Войда Но правда Сема подцепили Сема под хиксом Под мостами Погибает Прогрета Фен Просто уже под фонтаном Даже Эрус Не могут за Игисом убить Ну не могут его убить Неубиваемый Этот фантом Лансер И разумеется Вега дотянули Игру до того Когда Лансер уже Старается просто Неубиваемый Ну не может Команда Вега Его убивать Нет героев Которые могут его убить Ди И да И да Вега не прописывают Гудгейм Хотя опять же Это мега крипы Я не знаю Чего они так ждут Прям до конца Гейминг Это похвально Но у них нет героев Которые могут Как-то отдэфить Мега крипов Ну с трудом Конечно могут Да я не знаю Что они делают Ну вот Кудгейм ЛП Прописывает соло Да Гудгейм Гудгейм От команды Но Диггит Очень клевая Инициация Войт Энигму Как-то им надо На пятерочку Сделано было Да до конца От начала до конца Все их сканы Очень четкие Да Когда тебя пытаются Загангать У тебя изначально Не самое выгодное положение Ты должен пофармить Инвокера прищемили Войта очень жестко Прищемили Единственные варианты Которые были На начальной стадии Это Единственные моменты Которые были На начало игры Это вот ганг С Энигмой И Байном Они вроде реализовали парочку Убили там на топе Потом у нас Получается Ланцер Фрифармил Но ему много времени Нужно на фарм И в целом Вега давили По всем линиям Кроме топа На топе В принципе Фрифармил Фантом Ланцер А Лондруиды Один раз убили И у него было там Не очень Но в любом случае У Веги Все были Карты на руках Но потом этот момент Этот момент Который все И Вега Как будто потерялись На карте Они не знали больше Что делать И вот твоя нелюбимая Энигма Со счетом 4-1-13 Ферст пиком Ферст пиком Да Законтрить Энигму Можно Там пару вардов Сказал Сентрик Купи Поставь Ну мы видели Аксу забанили 2 спана Аксу-то забанили Да Просел Очень неплохо Потом правда Выкрутился Из-за того Что на стак Она было много Но просел А вот Энигме Ничего не забанили И она По таймингам Прямо Вот у них написано На пятой На шестой минуте Иду гангу Делаю там-то Там-то И Вега Вроде это понимали Но законтрить Не могли Ну вот Как-то так Ну что